Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и сегодня на нашем канале мы начинаем прохождение свежевышей новинки долгожданной, лично эту игру очень-очень ждал, игры Мафия 3. Ну что же, собственно, много воды утекло с тех пор, как вышла вторая часть, с тех пор, как, собственно, мы ее прошли на канал, в том числе, вот, много всего изменилось, и, наконец-то, разработчики выкатили для нас Мафию 3. Но единственное, что, конечно, посчитал я отзывы и обзоры в Steam, которые уже есть, и понял, что пока что PC-версия, играть мы будем именно на ПК, с параметрами графики, вот, установленными на абсолютное максимум. Пока что PC-версия довольно-таки сыроватая, и ждем патчей, то есть, допустим, в данный момент на игре стоит лог в 30 фпс, то есть, игра работает в 30 кадрах секунды, а не в 60. Ну и, помимо всего прочего, там еще, говорит, с оптимизацией проблемки. Но, как бы то ни было, выставил параметры графики на максимум, немножко проявил, как видите, кнопка продолжит доступно. Вроде как все окей работает, вроде как более-менее терпимо. Музычка в игре сделана тише, не удивляйтесь, почему так плохо ее слышно, возможно, даже слышно вообще ее не будет. Дело в том, что за музыку к этой игре пробладатели очень сильно прикапываются на себе, поэтому придется нам музыку чуть приглушить. Ну а также, в целом, собственно, повторюсь, что проходим на ПК, нам параметры графики абсолютно и максимум, и с геймпадом от Xbox 360. Все, собственно, как всегда. Ну что же, давайте начинать, погнали. Разработчики говорят, что игра совершенно не канонична, то есть, ну, в смысле, не разработчики говорят, а люди говорят. Да и, в принципе, я сам видел различные обзоры и трейлеры и прочее. И реально, да, то есть, видно, что отличается достаточно сильно от предыдущих частей мафии, но хорошо это или плохо, мы с вами посмотрим и узнаем в процессе игры. Действие игры Mafia 3 разворачивается на американском юге. В 1068 году мы стремились создать реалистичный и живой мир, который максимально полно отражал бы особенности того над самим расизмом и выражениях поведенного и убеждения героев, которые действовательны. Мы твердо уверены, что на самое главное убеждены, чтобы обойти молчанием эту часть нашей истории, столь же реальную, столь постыдную, было бы оскорблением обмененных тех, кто страдал и до сих пор страдает от дискриминации, ксенофобии и предупреждения расизма во всех его проявлениях. Подписи Ангар-13. Ну, в общем, какие-то слова от разработчиков, которые, в общем, быстро помикнули на экране. Торговая палата Нью Бордо представляет. 2К представляет. Производство Ангар-13. Дядюшка Лу. Нью Бордо – современный город с традиционными ценностями американского юга. Я недооценил, как далеко он готов был зайти. На что он был способен. Не забудьте заглянуть в старинный французский квартал и оценить местную кухню в любом из наших пятизвездочных ресторанов. Убить их было недостаточно. Линка Клей хотел оставить с их помощью послание. Или проведите день в бою. Наславитесь великолепной природой. Салмарканно понятия не имел, к чему приведут его действия. Безопасное место для отдыха с детьми. Почему бы не провести здесь свой следующий отпуск? Этот город пережил войну 1812 года, гражданскую войну и бог знает сколько ураганов, но Ринкл Клей, объявивший войну преступности, нанес городу урона больше, чем все воины и ураганы вместе взятые. МАФИЯ 3 Мать Линкл набросила его в 47-м, через пару лет после его рождения. Говорили, она была доминиканкой. Я всегда считал, что отец у него был белый. А Тейпс жил Баллард, настоятель храма на пенсии. Возможно, Дарит Ролианец. Впрочем, какая разница? В те времена было так. Выглядишь как черный, значит черный. Думаю, что и сейчас так же. В приюте он пробыл до 1958-го. Как вы познакомились с Линклоном Клеем? В 1966-м проводил спецоперации с базовой Лаоси по поручению ЦРУ. Мне выдали измедленную оперативную группу ЦРУ и Министерство обороны США. Он был тихим. Хорошим мальчиком. Два пурпурных сердца, бронзовая звезда, крест за выдающиеся заслуги. Он сложил в своей стороне счастью и достоинством. После того, как городские власти закрыли приют, Линкольн связался с Сэмми Робинсоном. Сэмми был главарем черной банды в Дел-Рей-Холлоу. Не могу сказать, что я это одобрал, но в те времена у цветных мальчишек из приюта выбора особо и не было. Мальчики вроде Линкольна брошены. Родителями всегда ищут дом, ищут где бы их приняли как своих. Думаю, именно это он и хотел найти у армии. Проблема в том, что однажды потеряв свой дом, больше его уже не обретешь. Вернувшись с войны, он снова связался с Сэмми. Сэмми тогда был должен итальянцам кучу денег. Ему нужна была помощь Линкольна. Очень жаль, что все так случилось. У меня сердце кровью обливается. Нью-Бордо, Луизиана, 27 февраля 68 года. Праздник Мардигра. Не, что не говорит о самой жёкантой истории в моей жизни. Использовать настоящие деньги для ограбления. Слушай, это не наши бабки, а скалеты. И вообще семечки по сравнению с тем, что мы оттуда вынесем. Это всё, что мы должны спалить? Да, это всё. Возьми ключ от грузовика и валим отсюда. Зачем рисковать? Называется миссия и наша цель взять ключи. Так, ну давайте, собственно, познакомимся с нашим еще, я так понимаю, молодым героем, потому что в трейлерах он выглядел по-другому. Возьми ключикой, чувак. Так, ну тут же, собственно, обучение, ходьбы. Ну, такой вот накачанный, здоровенный, черномазый парнишка. Хватит время зря тратить. У нас всё же по минутам расписано. Так, ага, понятно. Ключи в другой комнате, забирая их и сваливаем отсюда к чёрту. Да, фпс, на самом деле, в игре слабоват. Хотя график-то особо вроде как не блещет, да? Ну, в общем, ждём патчи. Я выкатят патч в эти выходные, так что, в принципе, завтра-послезавтра буквально. Должен выйти патч, который поправит и фпс, и, надеюсь, что производительность в целом. Линкольн, ключи забери. Не уверен, стоит ли его так оставлять. Он газоник пригнал, как мы и просили. Даже напарника пришло, чтобы всё выглядело как нужно. Но я сомневаюсь, что зачем рисковать? Лоу, забавно, да? О, попал, наконец. Ну, вот и дело с концом. Ну, вот чёрт. То есть, видите, можно было его не пришивать, можно было оставить его в живых, но я думаю, что мы поступим по-жёсткому. Кстати, ещё один момент в игре есть. Давайте я вам покажу, наверное, пожалуй, настроечки. Соответственно, здесь у нас есть настроечки игры, и вот тут у нас есть такая интересная тема – режим вождения. То есть, либо нормальный, либо симуляция. Нормальный – это значит, когда легко и просто, а симуляция – это когда классическая мафия, там, где реально просчитывается физика автомобилей, техремён и тормозной путь и всё прочее. Поэтому, естественно, будем играть на симуляции, потому что так гораздо круче. А ещё, что касаемо звуков игры, мне кажется, знаете, даже можно немножко прибавить громкости чуть-чуть. Так, это у нас здесь, но первая серия, сами понимаете, собственно, такие настройки, как бы, они, они вполне привычны, потому что в первый раз непонятно, как будет звучать игра громко, тихо и так далее. Так, теперь цель – сесть броневик. Интерфейс немножко непривычно сделан, конечно, но я думаю, что ничего, разберёмся. Совсем потихонечку привыкнем ко всему, точнее. Ладненько, погнали. Нам пора валить, ключи у тебя можешь, садиться за руль. Давай сваливать нахрен отсюда. О, да, выходишь на улицу и фпс падает до 25, это, конечно, вообще трэш. Пошли, чувак, часики тикают. Да иду, иду. Давай хоть посмотреть, что тут вообще к чему. Ай, ладно, неважно, короче, наверное. Не, ну вроде графончики всё равно есть, вроде неплохо. Но с быстродействием, конечно, всё очень печально. Пойдём, Ринкольн, нет времени. Доехать до казначейства. Так, газ удерживать РТ. Блин, как быстро подсказки всплывают, так же быстро они, собственно, и заканчиваются. Ладно, может, это ей неплохо. Пойдешь город, веди аккуратно, там копов нам только не хватало. Отец хотел, чтобы мы оставили в живых одного охранника, чтобы сбиться следа федералов. Как ты сам говорил, зачем рисковать? К тому же, если я к чему-то во вина ведь навещался, так это тому, что предавший один раз, с удовольствием придаст его второй. Ай, да ещё и поимеет тебя в процессе. Так скажи мне, что это было самое ненормальное из твоей жизни? Тебе лучше не знать. Слушай, друг, я честно плачу налоги, имею право знать, на что идут мои деньги. Джорджи Марканно платит налоги? Конечно, забыл, что Аркапоне посадили. Из этой грёбанной декларации сесть не хочу. Ну так что, ты на мой вопрос слышишь или нет? Мы были на побережье в Куангай, эвакуировали гражданских, пока вейтконговцы не пришли. В общем, скажем, мы их на медицинский катер сажаем, а тут подходит эта баба в одной руке ребёнок, а в другой свинья на поводке. Она идёт к трапу на наш парень из военной полиции и говорит, что с собой можно взять только кого-то одного. И она выбрасывает в воду ребёнка, у парня сносит крышу, он приказывает кому-то прыгнуть за ребёнком и говорит бабе, какого чёрта она творит? Знаешь, что она ему сказала? Другого рожу. Бога душу, мать! Ну, ты сам просил. Да, я думал, ты расскажешь по что-нибудь какому-нибудь в глазу, у которого хер бомба оторвала или типа того. Ну что ж, чёрт возьми. Она ведь не виновата, ты просто не понимаешь, там такие условия, Господи Иисусе. Слушай, вот ты живёшь, скот спасёшь, рис растишь. Но она ведь не... А на другой день у тебя всё это разбомбили. Если человек прожит к стенке, он что угодно сделает, чтобы выжить. Надеюсь, это была самая вкусная свинья на свете. Да уж, сурово. Сурово, конечно. Блин, ещё фигово уж нет озвучки русской, потому что было бы в разы проще просто ехать и слушать, нежели отвлекаться на субтитры и читать их. Во-первых, читаю их, потому что вам так будет приятнее, особенно тем, кто смоет с мобильных устройств, потому что есть такие люди, я знаю, у меня на канале, которые смоют именно с мобильников, да, и им реально гораздо проще, когда субтитры озвучивают, нежели самим читать, потому что на мобильном экранчике, на маленьком экране, вряд ли что-то разглядишь просто в этом тексте. Но и мне так проще, потому что так я сам всё это читаю вслух, запоминаю и гораздо более глубоко вникаю в сюжет. Давайте хоть посмотрим вообще на город, собственно, затормозим на этом мосту, да поглядим. Блин, а ведь реально неплохо. Город, кстати, говорит, очень большой. Нью-Бордо, но это прям какой-то вымышленный городок, может быть, имеется в виду Новый Орлеан, а может и нет, в общем. 60-е, да скорее 70-е годы на Америке, рассвет расизма, куклу с клана и всего прочего. В общем, чувствую, нас ожидает веселое прохождение. Да, воде, кстати, реально стало гораздо сложнее с этим симуляцией, прям чувствуется, что это уже нифига не ГТА, в плане поведения автомобиля на дороге. Кстати, довольно неплохо сделаны эти стрелочки, они такие, знаете, очень ненавязчивые, при этом, в принципе, легко ориентируешься куда ехать. Ну и к тому же мини-карта есть, которая тоже помогает. Смотрите, как машина едет у бога, да, что даже не обгонишь особо, но я все равно попытаюсь. Надоело тащиться сзади осторожно, тихо. Надеюсь, что все окей. Так, тут там направо, круговое движение. Охранники, я думаю, не очень будут рады тебе с твоей волыной. Я просто ее оставлю под сидением. Так, спокойно. Осторожно. Блин, фпс, ребят, реально мало, но тут уж извините, пора проверить еще вы стоите поддельные документы. Сдай нагады к грешному доку. Сдай нагады к грешному доку. Некоторые из этих парней иногда выражаются грубовато. Думаешь, меня раньше никто ниггером не называл? Я знаю, просто его сказать, что я если подыграю, то ты не обижайся. Единственное, что меня волнует, это добыча денег. Если я скажу что-нибудь про жару, значит пора. Ладно. Еще, кстати, очень прям очень непривычно то, что выходить в транспорт на Икс, а не на Игоряк, это прям вообще беда какая-то. Ну, да ничего не поделаешь. Ладно, говорит, поехали. Приложите удостоверение личности к стеклу. Мои инкассаторы. Какого черта тут гавню кто делает? Наверное, в направии и все дела, ты сам понимаешь. Вся страна вокруг туалета крутится мать ее. Да, видите, в те годы реально ниггеров. Ну, не знаю, правильно говорить ниггеров или нет. Наверное, нет все-таки, наверное, будем говорить, чернокожих, да. Или афроамериканцев. Да, вы были поликокорректными. Короче, в те годы их не то что не любили, их, мягко говоря, ненавидели. Да, оно и понятно. Те, кто хоть немножко, хоть поехать нас на знаком с американской историей, ты, наверное, прекрасно знают о чем я. Давай за мной, а ты иди и сбери мешки с грузовика, снесешь их в комнату с печью. Сколько тут всего? 238 тысяч 546 долларов, почти все мелкими купюрами. Я скажу мисс Гейлу, чтобы она позвонила вам в офис, когда мы тут разберемся. Она подтвердит доставку. Спасибо. Надо проверить этот обрез. Оружие у тебя есть? Я еще учусь. Хорошо. Одной чертовой заботы и меньше. Заберешь на выходе. Комната спи еще внизу, в подвале. Сюда. Не видел вас тут раньше таких. Я на время в Джорджию уехал, а он только отслужил. Мой кузен сюда уже год попасть пытается. Два срока на флоте отрубил, медали нахватал, вешать некуда. А правительство ему типа спасибо, конечно, но ни хрена. Да это полное дерьмо, ты пей и не придумаешь. Печально этот день, когда богобоязненный белый человек работу получить не может, а любого нигера сходу берут. Да уж. Надеюсь, и придурки делом там заняты, а не черти чем. Да иди ты. Господи, ты посмотри, я не знал, что у вас тут столько золота. У Вашингтона туда-сюда перемещалась за военные сперва все тут, затем едет в Даллас, потом обратно сюда. В этом ни хрена никакого смысла нет. Ну вот мы и пришли. Лолу, мы реально будем деньги сжигать, что ли в пище? Я чуть не очень понимаю, зачем это. Какого хрена? Положи мешки там на стол. Раньше никогда этого не делал, всегда думал, что это печь больше. Делай свое дело, только дымоход иногда забивается. Черт же, кровата тут. Мы раньше углем пользовались, но с Готтери около того на мазут перешли, огонь держит более ровно. Заявляется к нам домой какой-то тип, пытался меня убедить, что надо перейти на мазут. Я ему сказал, что не хочу. Я тоже не хотел, пока это не увидел. По крайней мере, теперь никакой сажи на стенах. Раньше сюда ниггер со шлангом приходил, все это дерьмо со стен смывал. Ну и козел он был. Нам надо идти. Да и не Элис могут появиться в любой момент. Погоди-ка секунду. Жесть. Ты возьми на себя охрану, не высовывайся. Я не хочу, чтобы они нас засекли. Я знаю, что делаю, мать твою. Так, РС, чтоб пригнуться. Ага, понял. Разобраться с охранниками. Это можно. Знаешь, дом, что мы его в аренду сдаем. Звонил им вчера, говорю, что хочу его продать, так что пусть в течение двух недель съезжают. И этот чувак, Джон его зовут, начинает на меня наезжать. Под договор положено приближдение на 30 дней, и как он теперь за две недели жилье найдет. Так я ему сказал, что мне это все не колыше, что моя собственность, что хочу, то и дело. А если он еще и будет на этот гребаный договор ссылаться, то я эту бумажку подотрусь и его сожрать заставлю. Мало того, что я знаю, что у него пара негров в приятелях, они еще и к нему вечером ходят в карты играть. А я Джону говорил, что когда-нибудь уезжали, чтобы негров в себя дома не потерплю. О, кстати, ствол. Линкольн, давай, говорит, сюда, чувак. Мини-оружие удерживайте ЛБ. Быстрая смена оружия, нажмите ЛБ. Понял. А можно? Ага, все, понял. Убрать оружие. Так, ну поехали. Надеюсь, комбинация, которую достал Скалита, сработает. Будь я проклят. Ладно, давай, Годзилла. Твою ж мать. Красотища. Так, тут о всем займусь, это снаружи тащи все, что сможешь. Так вот, только парни с буром пройдут насквозь, начнем это все сбрасывать. Черт. Ты сигнацию назил, мать твою. Черт, откуда мне бы узнать, что эта решетка на другой системе? Ладно, будем сдерживать охрану, пока Дэнни будет. Эй, у нас все выгорит. Ну-ну. Ладно, здесь уже, кажется, можно без всякого остылся. Лол, это что, как понимать? Что-то как-то сурово. Хорошо, а ствол? Чё такие живучие-то? Попадаешь по ним, им все равно. Так, спокойно. Черт, патроны. Черт, патроны. Так, что делать будем? Ну, так кажется, получше. Прикончим этих ублюдков, говорит. Ох ты, мать твою. Помощь прицеливании. Можно установить помощь прицеливании на низкий или высокий уровень, или ее совсем будет отключить. Для настройки нажмите Back, откройте меню настройки, затем нажмите Управление. Нет, в топку. У нас помощь прицеливания не будет стоять. Черт, мы расширили осиное гнездо. Единственный шанс выбрать отсюда, добраться до оружейной и взять стволы. Вскрываем дверь, я прикрою. Мой старик на говно взлет, когда об этом узнает. Черт, черт. Давай, открывайся. Ох, вот этот дробующек. Да давай, ты мать твоя, что там у тебя? Дай сюда эту штуку. Взлом замков. Этап первый. Обнажите замок. Передвигайте курсор, пока он не окажется в зеленой зоне. Затем нажмите X. Этап второй. Выдавайте замок. Нажмите X, когда индикаторы находятся в зеленой зоне. А, я понял. Все понятно. Довольно просто. Надо привыкнуть к этому немножко. Вот это я понимаю. Вот это разговор. Подожди-ка, стоп. Дробовик, либо же... Эм... Вот что мне надо, пулемет. Вот это я понимаю. Кидай дымовую! Черт, чувак, эти парни серьезно настроены. В Вьетнаме бывало и хуже, немного дыма еще никому не вредило. Стою у сейфа слизаборами, а сберусь этими говнюками. У Сэмми везде были свои люди. Один работал в химчистке истинного форума, который в день ограбления делил Джорджи Маркан и Ринкл Клей. Другой был уборщиком в федеральном казначействе и нарисовал примерный план. Ограбление казначейства было идеально спланировано, и было бы невозможно без участия Сэмми Робинсона, Ринкл Клея и остальной черной банды. 20 февраля 68-го года, неделя до праздника Мар-де-Гра. То есть повествование такое получается рваное, да? Будущее, прошлое, настоящее и так далее. Вот сейчас это нас переместило в прошлое, за неделю до тех событий. Ну ладно. Только из Вьетнама? Так точно. Я сам на Тихом океане бывал, морпех. Поверь мне, оказаться дома еще не значит вернуться. Понимаешь? Местные люди, они не понимают и никогда не поймут. И главное, не ввязывайся ни во что. Извини, я опоздал, на мосту задержался. Да ладно, проехали. Простите, сэр, я учу своего сводного брата Ринкл Клея. Вы его не видели? Псих, который взрывался, если хоть на минуту опоздаешь. Поцелуй меня в жопу. Вот он. Как доехал? В первые за четыре года мне не приказывали куда ехать, что делать и как. Так что, лучше некуда. Что у старика нового? Черт, про отца лучше не спрашивай. Ему давно пора вытащить голову и задницу. То есть, как обычно, ты себе не представляешь, брат. Твою мать, Элис, она отлично бегает, прямо совсем не изменилась. Даже я усвоил, что твою тачку лучше не трогать. Ну что ж, я готов ехать домой. Здесь задан маршрут. А, сдать маршрут нажмите так. Ага, потом нажмите открыть карту. Затем нажмите... Понятно. Так что выбрать задание на карте. Нажмите икс или просмотра глав с помощью бла-бла-бла. Понятно, окей. Так, а куда нам надо? Вот сюда получается, правильно? Ну, бардон, нужно только поделиться. Похоже, обстановка дома оказалась не такой спокойной, как вы ожидали. Доехать до бара Сэмми. Старик же ждет вас в своем баре. Блин, а машинка-то реально крутая. Ну что ж, давайте прокатимся в таком случае. О, детка, да. Так вот, с вами все путем. С тех пор, как мы получили телеграмму, что ты возвращаешься, он по потолку бегает. Что если самолет полет, что если поезд слистает, что если обратно возьмут, а потом ставят такое окно на кухне, виски пососатые, типа, ждет, что ты вот во двор войдешь. Только не говори ему, что я тебе об этом сказал. Не скажу. Черт, это же твоя тачка. Бей ее сколько хочешь. Ну так, с ним все будет в порядке, как только он тебя увидит. После мамы, черт, ну ты сам знаешь, какой он бывает. Да, сложно, конечно, отвлекаться на субтитры и при этом вести машину очень сложно. Ай, тихо. Спокойно. Копы. Внимание полиции. Полиция станет враждебной, если вы будете совершать преступление, вести себя подозрительно или нарушать ПДД в зоне их внимания. Внимание полиции обозначается синим индикатором в центре экрана. Помнишь Марти и Рона? Ага. Они переехали в Эмпайр Бэй и стали там толкать травку примерно через год после того, как ты в Вьетнам отправился. Временами звонят и спрашивают, какие у нас дела. Я говорю, конечно, да, кто от лишних денег откажется. Короче, 7 месяцев назад Марти звонит и говорит, что они переходят на героин, им нужен партнер в наших краях. Вряд ли Сэмми это бы понравилось. Я ему про травку никогда не говорил, он от нее никакого вреда, но про это мне надо с ним поговорить. Я и трех слов сказать не успел, как он начал орать про федералов, что Эдгар Гувер наступен за жопу. Никакого хрена я себе вообще думал. Когда толкал дурь детишкам и свой же квартелом, мы детям дурь продавали. Как будто у них деньги есть. У детей-то, а что если без базара героиня штука серьезная? Я пару ребят в Вьетнаме знал, кто этим занимался. Кому-то дорогу перешли, обоих нашли потом с перерезанным горлом. Твою же мать, я знаю, знаю. Потому-то я говорю об этом с Джорджи. Сэл ни на что такое не пойдет. Джорджи говорит, что сможет сделать так. Мы будем ржаться подальше от Хэллоу и Фриска, толкать только в Арсунском фронтале. Лу, дядя Джорджи, слова не скажет. С ним нужно только поделиться. Не знаю, чувак. Джорджи парень неплохой, но героин от тебя не фунт изюма. А что хочешь с нами в дело? Я уверен, что у вас будет зависеть на троих. Не знаю. Мне бы лучше какое-то время не высовываться. Обмозговать кое-что. Угу. Ладно. Какое-то время не высовываться, обмозговать кое-что. Спустя неделю они грабят федеральное охранилище. Да уж. Неплохо. Так спокойно, копы. Я вот подумал, когда ты обустроишься, можем сходить в этот номер. Новый клуб в французском квартале. Девчонок позвать. И кого ты для меня пригласишь, в свою тидошку Беатрис? О боже, я тебе не наскал, как случайно я без блузки увидел? Фу. Вот эти вот такие самые большие вещи сиськи, что я видел. Как два мешка с картошкой, только пустые. Ну конечно, случайно, мать твою. Да иди ты, старик, мне реально повезло, что рыб остался. Ну в общем, Рейджин, для тебя позовем Рейджин. Поверь, стоит тебе ее увидеть, ты обо всем забудешь. Мда ну. За ней половина парней в холлу уевается, все хотят с ней погулять, но она всем отказывает, только тебя и ждет, Линкольн Клей. Иди ты знаешь куда. Вот увидишь, старик, один взгляд у тебя тут же колом станет. Слушайте, а машинка реально неплоха. Даже очень. Ну, мы приехали. Даже я бы сказал, проехали. Так, ничего страшного, развернемся. Давай, заходим спереди, черт из два героя войны, поля через черный ход. Посмотрите, кто перед вокзалом оттирался. Рад тебя видеть. Привет. Слушай, парень, я тебя присылал за Линкольном клеем, а не со здоровенным ниггером, который его сожрал. Черт побери, старик, я наконец побывал в таком месте, где умеет готовить. Добро пожаловать домой, сынок. Как ты? Будет лучше, когда я прокину стаканчик самогонки. Да уж, от кукурузного виски ты никогда не отказывался. Хочу сказать тост. Мой отец говорил, что человек что-то стоит, только если он смел изменить мир вокруг себя. Когда Линкольн мне в первый раз заявил, что хочет в армию, я был против. Слишком опасно, так я ему сказал. Пусть они там воюют как-нибудь сами, я ему сказал. Но потом я понял, что Линкольн должен оставить свой след. И именно это он и сделал. Я тобой очень, очень горжусь. За Линкольна! Бенвеню а ла мэзо! Бенвеню а ла мэзо! Бенвеню а ла мэзо! Бенвеню а ла мэзо! Рад тебя видеть, Линкольн. Я молился за тебя. Я очень ценю это святой отец. Ну что, кто готов нажраться в хлам? Трудно объяснить, каково это вернуться с войны. Восторг. Страх. Чувство вины. Фиа. 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 Представьте, что вы заперты в темной комнате. Ни выхода нет. И каждый ваш страх, каждый ваш кошмар. Они с вами в этой комнате. И некуда бежать. От всего этого. А потом, дверь вдруг распахивается. И можно выходить. Раз и все. Только вы к тому времени уже примирились со своими кошмарами. Со страхом смерти. И теперь вы боитесь все это бросить. Разве у вас есть выбор? Каждому солдату приходится выходить в эту дверь. Рано или поздно. Черт, как же это то бискаря по утру мутить будет. Да проспишься, Дилов. В твоей комнате все как было. Я в подвале устроюсь. В подвале? Какого хрена ты там забыл? Утром увидимся. Старик, война тебе совсем крышу снесла. Лечь, спать. Нужно только поделиться. Ну что ж, друзья. А спать ляжем мы, пожалуй, в следующей серии. Потому что, как это не печально. А нам с вами пора прощаться. Но прощаемся мы ненадолго. Потому что вторая серия не заставит себя долго ждать. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Ставьте лайки. И, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. А, ну да. И совсем забыл сказать, что за спойлер, то есть рассказ о том, что будет всё это дальше, последует незаметительный бан. Надеюсь, вы меня поняли. Но, как бы то ни было, я вас играл и комментировал в Валдай. Это была игра Мафия 3 на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok